К нашим любимым партнерам, без которых эта вся радость жизни в виде внедрения PIXBI просто физически бы не свершилась. Итак, у нас снова Санкт-Петербург на прямой связи. И я представляю коллег из компании BI Consult. Это Екатерина Яковлева и Михаил Передиреев. Да, ребят, вы с нами на связи. Да, коллеги, добрый день. Да, супер. Всем привет. Передаю вам эстафету. Добрый день. Также у нас есть собственный учебный центр. Хочу добавить, что команда компании – это эксперты в области внедрения современной архитектуры, хранения и анализа данных. Проектируем аналитические решения с применением инструментов BI зарубежных и российских вендоров, а также решения open source. Компания BI Consult – авторизованный партнер, вендор PIX Robotics с более 10 квалифицированными специалистами. Команда компании выделяет 4 основных пункта по управлению проектами. Это применение итеративного подхода при построении аналитических систем, согласование документации, разработка и тестирование. Проводим регулярный статус встречи по проекту для обсуждения открытых вопросов, для актуализации работы плана и выявления проектных рисков. Организация контроля качества проектной документации и реализации системы. Участие аналитика архитектора на всех этапах проекта. Организация рабочих органов проекта. Управляющий комитет. В части документирования можно отметить формирование технического задания по функциональным требованиям, технический проект, который включает в себя архитектуру решения, описание слоев и потоков данных. И сопроводительная документация, формирование технической спецификации на разработку решения, руководство администратора и пользователя. Как преимущество с учетом полного пакета документов можно выделить? Обеспечение полного общего пространства проекта в любой момент времени. Команда говорит на одном языке. Разграничение зоны ответственности между участниками проекта, а также тщательное описание требований на полноту. Коллеги, мой доклад закончен. Передаю слово Михаилу, который поделится опытом и выделит ключевые особенности системы PIXBI. Спасибо, Екатерина. В этой части презентации расскажу о том, какие ключевые особенности можно выделить, работая в партнерстве с PIXBI. Первое, о чем хотелось бы выделить, это открытость PIXBI и желание помогать на многих этапах проекта, начиная с сайзинга. У вендора предусмотрен чек-лист для расчета сайзинга, который позволяет определить количество ядер процессора, какая нужна частота процессора, размер оперативной памяти, требования для HDD, SSD и количество серверов. Рассматривая архитектуру решения, можно подчеркнуть тот немаловажный момент, что приложение PIXBI может быть установлено на нескольких серверах, запросы которым могут распределяться с помощью сетевого балансировщика. Вы можете видеть, каким образом строится архитектура решения. Сначала мы создаем хранилище данных, после чего у нас есть выбор, каким образом работать с данными. Это через прямое подключение или загрузив данные во внутреннее хранилище, которое может быть как на Postgres, так и на ClickHouse. Также одной из особенностей системы можно выделить простое подключение к данным. Это разного рода СУБД, Postgres SQL, ClickHouse, Microsoft SQL и API, ODBC, REST API. Также есть файлы, которые можно загрузить в систему, это Excel, CSV, JSON, XML и ClickFiles. Если данные из СУБД загружать во внутреннее хранилище, то система позволяет комбинировать их с файловыми данными. Что касается прав доступа, помимо обычной ролевой модели доступа, в системе также реализовано разграничения к данным, таких как RoleLow Security и Amid. Это можно сказать как фича системы, потому что такая связка уникальна среди российских BI. Она позволяет настроить данные под определенные группы или конкретных пользователей, не дублируя одни и те же дашборды. Правила безопасности в системе построены так, что это гибкая и легкая система настроек, разграничение доступа к разного рода ресурсам системы. Она позволяет администраторам детально настроить доступ для каждого пользователя по мере необходимости. Работая с вендором, в партнерстве мы выделили для себя такие ключевые факторы, как обратная связь. Это оперативное решение вопросов, открытость к предложениям в части обратной связи по продукту. Бета-версии. Это при выходе обновлений есть возможность проверить функционал на бета-версиях, что позволяет более тесно сотрудничать с вендором. И также стабильность версий. Качественное тестирование новых версий и обратной совместимой системы позволяет не бояться при обновлении системы, что в ваших проектах что-то сломается или пропадет. Также мы хотим подчеркнуть по обратной связи от бизнес-пользователей, что они считают важным такие ключевые особенности в PIXBI, как сквозная фильтрация по отчетам, визуальное представление модели данных, таблицы, как и в Excel при экспорте, ролевая модель доступа, с сервисом PIX ETL. На данном слайде вы можете видеть примеры решений в PIXBI. Благодаря достаточно большому количеству виджетов и их довольно гибкой системе настроек свойств, платформа дает большой простор для разработки разнообразных аналитических отчетов. Какие мы для себя видим зоны роста для системы PIXBI? Это, конечно, добавление новых виджетов, карта по областям, настройка для Tooltip, подсказка при наведении, вывод в графиках на точках. Помимо тех существующих и новых дашбордов, хотелось бы видеть изменения таких, как доработка условных пузырьковой диаграммы с возможностью масштабирования данных в Zoom. На этом у меня все. Вы можете перейти на наш сайт, познакомиться с нами поближе, а также приглашаю посмотреть и подписаться на наш YouTube-канал. Там много интересного. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил. Спасибо, Екатерина, за интересное выступление. Вы знаете, вот по ходу вашего выступления у меня возник такой следующий вопрос. Мы видели на одном из первых слайдов, не побоюсь этого слова, целый иконостас в виде других BI-вендоров. В связи с этим у меня два вопроса. Первое, как вы справляетесь с таким обилием и количеством внедряемых продуктов? Это же по каждому нужно своего специалиста обучить. Как вы внутри поделитесь опытом, вот с этим справляетесь? А второе, ну такой у меня меркантильный вопрос, как нам, как вендору в этом иконостасе как-то переместиться на самое видное и на самое большое как бы место? Может быть, есть какие-то лайфхаки? Вот такие вопросы. Да, коллеги, давайте в части обучения. То есть у нас квалифицированные разработчики и обучаются не только одной BI-системе, а нескольким BI-системам для того, чтобы и повышать и скиллы, и в принципе понимать с учетом такого глобального списка, что у нас активно на рынке в части предложения и требования от заказчиков. Потому что заказчики приходят разные, с разными требованиями, да, кому-то в части визуализации, да, что-то вот ближе, да, кому-то больше функциональность, да, и всяких логических и расчетных, да, фич. Недавно вот столкнулись с тем, что вот в части конструктора, да, то есть элементарнейшее лего собрать в плоскую сводную таблицу. Вот, поэтому мы, конечно же, да, выделяем компанию PIXBI, да, с очень хорошим и качественным продуктом. Я думаю, что Михаил дополнит, наверное, в части второго вопроса, да, Леонида, как мы именно вот выбрали, да, именно, и как мы тестировали систему PIXBI, да, и вот насколько положительные отзывы. Как разработчику мне понравилось то, что можно разграничивать права доступа. Это является все-таки немаловажным таким фактором, который облегчает работу в том плане, что нам не нужно строить одни и те же дашборды, но давая доступ конкретно только на дашборды. Мы можем построить один дашборд и разграничить просто определенные строки, либо столбцы, и пользователь, который зайдет на этот дашборд, он, соответственно, не увидит данный виджет, у него будет написано, что нет доступа. И это облегчает работу, это как разработчику. Окей, окей, да, спасибо. Спасибо, Михаил, спасибо, Екатерина, за ваше выступление. Спасибо. Спасибо.